Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию сегодня предлагается порассуждать и пообщаться на тему «Умное продвижение образовательного проекта». Но вначале хотелось бы войти в поле той проблемы, о которой мы будем сегодня говорить. Поэтому я вначале прошу вас ответить на несколько вопросов. Первый вопрос, на который необходимо ответить, это вопрос, связанный с тем, что такое образовательный проект. На каждый ваш ответ примерно по 30-40 секунд. Таких вопросов будет три. Спасибо. 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 Продвижение в социальных сетях это. Что вы под этим понимаете? Ну и, наконец, последний вопрос. И он достаточно важный. Кому необходимо продвижение образовательных проектов? Мне кажется, это один из самых сложных вопросов, на которые мы сегодня с вами тоже попытаемся ответить. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Охват аудитории данным проектом. Другими словами, проанализировав различные проекты, которые образовательно представлены в сети, можно выявить проблему. С одной стороны, требования к информационной открытости, доступности к этому проекту. С другой стороны, мы часто можем наблюдать, что хотя проект представлен в сети, на каких-то площадках, он может иметь даже собственный сайт, но вместе с тем есть проблемы. Не интересный контент, не обновляемый контент, не совсем продуманная обратная связь, нет интересных материалов, которые бы соответствовали идее, духу проекта, нет четкой организации выкладывания материалов, то есть нарушено постоянство выкладывания постов. Все это ведет к тому, что, собственно говоря, информационной открытости как таковой проекта и нет, а существует просто представление каких-то материалов, которые не дают возможности тем, кому было бы потенциально интересен этот проект, как и самим участникам проекта, в полной мере представить, развивать проект. И в итоге мы видим только формальный к этому подход. Эта проблема стала настолько актуальна на сегодняшний момент, что, конечно же, вопрос о продвижении встает все более остро, непосредственно. Говоря о продвижении, мы должны понимать, что для продвижения нужны ресурсы. Ресурсы есть чисто технические, мы о них сегодня тоже будем говорить, но к ресурсам также относятся и человеческие ресурсы. Проект делает команда. Соответственно, очень важно, чтобы команда до конца реализации проекта таковой и оставалась. Что же двигает проект? Очень часто, анализируя представление проекта на тех или иных площадках, можно увидеть, что контент, который размещается на них, в основном приводит мысли по поводу. Что будет, если? И так далее. Общие рассуждения. Это не дает возможности продвигать, собственно говоря, проект, потому что двигает проекты идеи, что надо конкретно сделать для того, чтобы получить какой-то результат. И получается, что очень часто на площадках, где позиционируются те или иные образовательные проекты, просто выкладываются мысли. Но, к сожалению, мысли чужие, тем более нам, обычно не интересны, как таковые. И здесь очень важно четко для себя понять, что мы хотим продвигать, кому мы хотим продвигать, зачем мы хотим продвигать. Исходя из этого, я сформулировала основные темы и вопросы, которые перед вами, на которые я попытаюсь ответить, исходя из того опыта, который у меня существует. Я буду опираться на результаты проекта. Этот проект называется «Хочу быть первым». Он существует уже три года. У его истоков стояла Расланова Анастасия Александровна и я. В этом году к нам подключилась еще Ротова Наталья Александровна. Проект посвящен формированию у студентов в направленности начальное образование восприятия положительного своей педагогической профессии и профессиональному воспитанию непосредственно. Этот проект на сегодняшний момент, а он длится уже, я повторяю, три года, в него сейчас входят три группы студентов. Основная площадка проекта – это страница ВКонтакте, которая так и называется «Хочу быть первым». И еще одна площадка, где идет позиционирование проекта – это одноименное название «Инстаграм». Как вы понимаете, на сегодняшний момент участников проекта – это порядка 70 человек студентов и три модератора, три руководителя непосредственно, которые и воплощают этот проект. Наши результаты, наши успехи, наши оплошности я постаралась обобщить для того, чтобы вам показать, как можно продвигать проект. Потому что на сегодняшний момент мы специально проводили такой опрос. После того, у нас сначала группа была ВКонтакте закрытая, потом мы меньше чем год ее открыли по просьбам студентов. И мы увидели, что если раньше, когда мы опрашивали преподавателей, студентов, педагогов, нам говорили, мы не знаем, что это за проект, мы не знаем, каковы его цели, мы не знаем представителей этого проекта, то уже по окончанию, собственно говоря, вот этого времени, да, я еще раз повторюсь, меньше чем учебный год, проект стал более известен, достаточно известен. Его логотип, его основные яркие представители, тот, кто активно работает в проекте, материалы, которые в проекте печатаются в группе, очень активно начали передаваться, перепечатываться в репостах и так далее. И в итоге, когда мы провели аналитические исследования с позиции того, насколько успешен проект, мы увидели достаточные подвижки. И чуть позже я к этому вернусь и на некоторые моменты постараюсь обратить ваше внимание, потому что аналитика продвижения проекта имеет свои подводные камни, о которых надо нам с вами сегодня обязательно поговорить. Итак, мы начинаем с того, что же такое продвижение. Прежде всего мы должны с вами понимать, что продвижение – это комплекс мероприятий. Вот этот комплекс мероприятий, он необходим для того, чтобы четко ответить на простые вопросы, которые мы ставим перед своим проектом. Продвижение, прежде всего, связано так или иначе с пиаром. Оно связано с брендированием вашего проекта. И когда мы говорим о продвижении, мы должны говорить о тех функциях, которые существуют у продвижения образовательного проекта. Прежде всего мы должны говорить о том, что, я уже говорила, проект создают люди, которые входят в команду. Понятно, что нам необходимо создать некий образ, не просто образ тех людей, которые входят, но престижности, уникальности того проекта, который есть, и той деятельности, которую они осуществляют. Очень важна узнаваемость проекта через различные элементы. Будут ли то символы, логотипы, определенные виды деятельности, результаты промежуточные, которые будут постоянно каким-то образом доноситься до общественности, либо что-то иное. Очень важно, конечно же, это информирование о этапах не только итогового, но и промежуточных этапов реализации проекта. Еще надо обратить внимание на ту среду, где протекает проект, потому что изменяется деятельность, в ходе деятельности меняются отношения, мотивация тоже начинает меняться, и мы это очень хорошо увидели за три года реализации проекта. Когда люди, которые вначале не очень активно участвовали, то уже с протяжением времени, когда увидели результаты, возможности, и ту нишу, где они могли бы быть успешны в этом проекте, то позиция совершенно поменялась. Кроме того, люди, особенно когда мы открыли страницу проекта ВКонтакте, мы увидели, что к нам стали присоединяться в эту группу очень много людей, которые связаны с профессией учительных начальных классов. Это выпускники нашего факультета, это уже действующие учителя и не один год непосредственно. Родители учеников, сами школьники. И те материалы, которые выкладываются, у них тоже есть свой отклик, и какие-то материалы, и беседы, и вопросы для диалога уже они тоже выкладывают непосредственно. Но и очень важно, конечно же, здесь отвечать на те вопросы, которые возникают у тех, кто сам в проекте находится, у людей, которые потенциально могут быть в проекте, у партнеров. Поэтому, когда мы говорим о стратегии продвижения образовательных проектов, надо ответить на главные четыре вопроса. Но вы видите, на самом деле их здесь пять. О пятом вопросе чуть попозже более подробно объясню, потому что он тоже важен, но несколько с других позиций. Итак, стратегии предполагают, что мы четко намечаем некие мероприятия с тем, чтобы, выполняя их, мы достигли поставленной цели. Самый главный вопрос всегда, который возникает при продвижении, это зачем делать? То есть мы выделяем цель, для чего мы будем продвигать наш образовательный процесс. Второй вопрос, для кого мы это будем? Какова целевая аудитория непосредственная нашего проекта? Вот если мы берем проект «Хочу быть первым», то первично мы предполагали, что аудитория – это студенты. Студенты первого курса, которые три года назад поступили на наш факультет Сургутского педагогического университета. И, соответственно, строилось общение, соответственно, продумывались мероприятия проекта, исходя из этого. Но уже через год первый курс стал второй, подключился первый курс, и, соответственно, уже целевая аудитория изменилась. На третий год проекта мы увидели, что вырос охват аудитории данной группы. Мы увидели, что у нас студенты первого, второго, третьего курса, плюс аудитория – это педагоги молодые, это педагоги, имеющие опыт, родители, студенты, преподаватели, партнеры. И, соответственно, для этой целевой аудитории им интересны разные аспекты нашего проекта. И наполнение контента от этого тоже очень зависит. Следующий вопрос – это что делать. Что делать, наскоку решить не получится. Для этого надо составлять план. В разных источниках его называют по-разному. Поэтому это контент-план или медиаплан. Чуть попозже я к нему вернусь. Но он необходим. И желательно его делать заранее, на месяц, даже на полгода. Это будет зависеть от того, насколько сетка мероприятий, которые вы будете проводить при реализации вашего проекта, соотносится с сеткой мероприятий, партнеров, допустим, или той организации, на базе которой вы свой проект реализуете. Следующий вопрос – это где делать. Это площадки продвижения. На сегодняшний момент есть два подхода к площадкам для продвижения. или это какая-то одна социальная сеть, либо это целый перечень сетей, где, собственно говоря, это может происходить. Некоторые авторы проектов говорят о том, что достаточно сделать сайт проекта, и это будет достаточно. Но, как показывает опыт, не всегда это получается. Ну и, наконец, очень важный вопрос, пятый, да? Кто и что будет делать в проекте? То есть распределение ролей. Это пятый вопрос, он очень важен. Но здесь надо понимать, что роли в проекте, и вот наш опыт показывает, они не могут быть постоянно одни и те же. Они будут меняться. И здесь очень важно учитывать возможности, потребности тех, кто участвует в проекте. Для того, чтобы модераторы, руководители проекта могли бы создать те условия, когда участникам будет комфортно, им будет интересно выполнять эти задания, которые связаны с продвижением, собственно говоря, этого проекта. Потому что потребность человека быть успешна. И если эта потребность не удовлетворяется, мы испытываем, конечно же, дискомфорт непосредственно. Количество ролей, их возможности, они могут быть различны. Самый минимальный перечень я чуть позже приведу, но в каждом проекте есть особые виды деятельности. Исходя из этого, конечно же, и плюс еще продвижение на сетевых площадках, конечно же, они добавляют к этому перечню дополнительные позиции. Прежде всего, я уже говорила о том, что продвигает проект, прежде всего, те идеи, которые он воплощает. Для того, чтобы понять, есть ли потенциал для продвижения вашего проекта, лучше всего заполнять вот такую таблицу, которая помогает вам четко увидеть, что, прежде всего, в вашем проекте больше идей или каких-то мыслей по поводу. И здесь очень важно обратить внимание, что в ответе вы четко должны ответить, именно как вы это себе представляете, что закладываете вы в проект, и что у вас получается. Говоря о средствах продвижения на сегодняшний момент образовательных проектов, мы должны сказать, что существует, если мы говорим о сети интернет, две основные группы средств. Это средства оффлайн-продвижения и онлайн-продвижения. На сегодняшний момент практика показывает, что сочетание этих двух групп средств наиболее себя оправдывает с лучшей стороны. Я бы хотела особое внимание обратить ваше на онлайн-средства. И вот здесь очень важно выделить следующее. На сегодняшний момент, опять же, я проанализировала те проекты образовательные, которые представлены на различные конкурсы. которые реализуются в высших учебных заведениях. То интересная тенденция. Если брать, допустим, англоязычные источники, то они обычно создают сайт и дальше позиционирование идет через различные социальные сети. Если мы говорим о российской практике, то ситуация следующая. В основном используется, допустим, платформа WIX для того, чтобы создать сайт проекта. И дальше идет продвижение, а лучше сказать просто выкладывание некой информации на сайте образовательной организации, где, собственно говоря, и реализовывался этот проект. И есть еще один формат. Опять же, когда проект сам начинает существовать, допустим, на странице ВКонтакте, а позиционирование идет через какие-то социальные сети и через присутствие на страницах партнеров данного проекта. Когда мы говорим о целевой аудитории, то очень важно рассмотреть несколько позиций. Это географию, социально-демографические характеристики, психографию, поведение, потому что от этого будет зависеть, когда будете выставлять посты, какое будет содержание постов, на что оно будет направлено. И очень часто тот материал, который представлен на различных площадках, он будет для разной аудитории. Это и вызвано тем, что в течение дня, допустим, может быть, не один пост, а несколько постов. Очень важно, конечно же, выявлять те проблемы, затруднения вашей потенциальной аудитории, потому что если вы будете их потребности и проблемы удовлетворять, то, естественно, будет достаточно большой приток уникальных посетителей, и это будет говорить об охвате аудитории, это будет когда-нибудь, допустим, лайкать, какие-то сообщения оставлять, задавать вам вопросы, и потенциально они могут влиться в ваш проект. Очень важный момент – это лояльная аудитория. Лояльная аудитория – это те, кто подписались непосредственно на ваш проект. И вот здесь есть очень интересный момент современного, допустим, нашей российской аудитории. Не всегда люди лайкают и не всегда люди пишут замечания. Допустим, в нашем проекте мы получили ситуацию, когда многие интересные места, там нет реакции, но количество просмотров просто зашкаливает. И когда мы общались с участниками проекта, и теми, кто, допустим, просматривал, и мы знаем, что они как рассмотрели, то очень интересные мысли у нашей молодежи сейчас. Они говорят, а зачем мы будем лайкать? Я знаю этого человека, я могу к нему подойти. Это уже узнаваемость. Я могу в реальности задать вопросы, мне конкретно ответят. Поэтому лояльная аудитория – это аудитория, я бы расширила, которая постоянно находится на связи, которая может быть даже не входя, собственно говоря, в круг участников, но постоянно мониторит то, что происходит в проекте. На сегодняшний момент очень много рейтингов, и вот один из примеров рейтингов в социальных сетях здесь приведены. Вот исходя из этого рейтинга, можно выстроить площадки. Как вы видите, все они очень узнаваемые, и если брать то, где представляются образовательные проекты, то можно выделить прежде всего три позиции. Это «Контакт», это «Инстаграм», «Ютюб» на сегодняшний момент. Возникает вопрос, что размещать непосредственно в постах. Это очень важно для того, чтобы тот контент, который там размещен, был востребован окружающими. Для того, чтобы непосредственно тот аккаунт, то есть то место, которое вы зарезервировали за своим проектом, а в тех или иных непосредственно местах представлен, здесь очень важно обращать внимание, как надо работать с аккаунтами. Основные действия, которые необходимы, представлены. Вот здесь поступил вопрос о Фейсбуке. С Фейсбука не очень все просто. С одной стороны, тоже вот интересный момент. Дело в том, что я вам показывала рейтинги, но надо учитывать, что есть понятие таких характеристик, как полвозраст и территорий. На сегодняшний момент Фейсбук, допустим, на территорию у нас ХМАО менее востребован, чем, допустим, на западе нашей страны. И, соответственно, в том перечне, которым он тоже присутствует. И на сегодняшний момент мы знаем, что позиционированный через Фейсбук это тоже в некоторых проектах принято и дает свои результаты. Но, опять же, надо смотреть, наша аудитория и потенциальная аудитория, с которой вы будете общаться, они работают в Фейсбуке, для них эта сеть актуальна на сегодняшний момент или нет. Как я уже говорила, вы зарегистрировали на какой-то площадке, и теперь самое важное, о чем необходимо говорить, это содержание, содержание, которое вы будете на данном аккаунте представлять. Если я говорю о нашем проекте «Хочу быть первым», то мы выбрали страницу ВКонтакте. Это связано с тем, что можно выставлять достаточно большие тексты, фотографии, видео и возможности ВКонтакте достаточно большие для того, чтобы всю жизнедеятельность проекта представить. Это и альбомы, альбомы, фото, видео. Можно сделать ссылки на соцсети, можно сделать ссылки на партнеров. Можно подключить, сделать ссылку на какие-то облака, где размещены материалы реализации проекта. Наш личный опыт и анализ тех проектов, которые реализуются в нашем ВУЗе, позволил нам выявить 8 основных ошибок. 8 основных ошибок. Они перед вами здесь непосредственно. Использование ботов. Дело в том, что иногда люди перед конкурсами делают накрутки лайков, репостов и так далее. Но чем больше у вас охват аудитории, тем более изощренные средства анализа статистики можно применить. И там есть специальные функции, которые как раз выявляют этих ботов. Собственно говоря, использование этих ресурсов и было применено в последнем скандале, который произошел на шоу «Голос. Дети». Хэштеги. С хэштегами ситуация следующего. Хэштеги очень часто неправильно используются. Хэштеги используются хаотично. Хэштегов бывает очень много, больше, чем 10, допустим. Это, конечно же, снижает их возможности. А позиционирование проекта. У проекта всегда есть своя идея, есть идеология. И если в постах так или иначе к этому не подводится, а выкладываются просто какие-то тексты, то, естественно, это становится просто некой информацией, и сам проект ничего не приобретает, и, скорее всего, как в позиции репутации даже теряет. Некачественные фото, стоковые картинки – это бич проектов. Рекомендация – только собственные изображения, только собственные какие-то материалы. Почему? Во-первых, всегда интереснее смотреть на тех, кто реализует проект. Это узнавание. Для того, чтобы снять качественную фотографию, нужно приобрести некий опыт. Не все сотовые телефоны подходят. Надо знать разрешение, надо понимать, как правильно выстроить кадр, как снимать, чтобы в Инстаграм мы не отрезали верхнюю часть головы и так далее. То есть это специальные некие знания. Кроме того, есть люди, которым это интересно, и когда мы позиционируем и дальше продвигаем наш проект, есть люди, которые могут найти себя в этом и в этом проявить себя, и они включаются в деятельность, когда видят лучших представителей, они видят активные действия, результаты, и затем это фиксируют, выкладывают, и, естественно, это становится интересно и вовлекает их в эту же деятельность. Очень важно работать с текстом. Текст направлен на реализацию какой-то идеи, которая есть в проекте. Это очень важно. Просто так никаких текстов не должно появляться на площадках, которые позиционируют проект. Если мы говорим о работе, то эта работа может осуществляться следующим образом. Несколько этапов. Первое. Мы выбираем социальные сети в зависимости от того, на кого мы рассчитываем непосредственно. А затем мы начинаем наполнять аккаунт, собственно говоря, нашего сообщества. После этого обязательно мы думаем о том, что любую контент, его надо разбавлять. В данном случае это, конечно же, вирусный контент, это различные акции, допустим, флешмобы, это какие-то розыгрыши, это какие-то конкурсы, какие-то опросы, которые могут инициировать как участники, так, собственно говоря, и люди, которые заходят на страницу своими вопросами. Особое внимание надо уделить работе с лидерами мнений. Это люди, которые по существу достаточно узнаваемы, имеют вес в обществе, и они становятся экспертом. И их мнение по поводу проекта, оно помогает создать имидж проекта, положительный имидж, и создать некую эмоциональную основу. Потому что эксперты обычно не только очень сухо говорят, это успешно, это не успешно, они говорят эмоции. Почему им кажется, что это успешно? И так далее. И, наконец, очень важно, это, конечно же, управление репутацией проекта. Потому что ответы на вопросы, это очень важная вещь, после каждого вопроса или как необходимо отвечать. Поиск упоминаний. Очень важно, где о нас говорят, как о нас говорят. И это, опять же, мы помещаем на ту площадку, на тот аккаунт, где мы присутствуем. Ну и связь с администрацией. Что значит связь с администрацией? Это, прежде всего, имеется в виду связь с образовательной организацией, где реализуется проект. Связь с администрацией территории, на которой вы находитесь. Потому что помогает понять уникальность этого проекта. Что, помните вопросы, которые были у нас в таблице в самом начале. Что дает проект городу? Что проект дает организации? И так далее. Я уже говорила, что метрики для аналитики, они достаточно разные. И здесь есть нюанс, очень важный. Нюанс заключается в том, что посмотреть метрики, которые представлены в каждой социальной сети, может только тот, кто создавал непосредственно данный аккаунт. То есть это модераторы. Там, когда вы заходите как модератор или держатель Инстаграма, ВКонтакте, либо других, сразу же появляется кнопка, у которых у других пользователей она никогда не выходит, которая называется «Статистика». Щелкая по этой статистике, мы можем увидеть, обычно это все в виде диаграмм, различные показатели. Причем это все меняется. Мы можем указать интервал, мы можем указать время и можем посмотреть. Есть некоторые возможности. Они увеличиваются с количеством охвата аудитории, постоянных подписчиков, которые мы можем вплоть до того посмотреть, кто, в какое время, с каких адресов отвечал. Очень интересный есть показатель – это коэффициент вовлеченности аудитории. Он не показывается через метрики, его надо рассчитывать. И опять же, то есть надо те лайки, комментарии, их количество мы складываем, делим на общее количество подписчиков и умножаем на 100%. Это можно отсматривать за сутки, за неделю, за месяц непосредственно. Более подробно о метриках. Их очень много. Но есть еще дополнительные программы, которые помогают более подробно снять информацию и динамику развития на различных площадках. Собственно, об этом есть статья, вы можете прочитать. Для чего нам это необходимо? Для того, чтобы показать успешность проекта. Это можно сделать в Инстаграм. Вот я вам привожу информацию, которая, в частности, в нашем ВУЗе. Это проекты, связанные у нас с качеством образования студенческим. Объединение представлено. И вот в таком формате в Инстаграм выкладываются материалы, где все желающие могут убедиться, что действительно, вот оно действие консультации, вот интервал, а вот, собственно говоря, что произошло. Причем, обратите внимание, здесь проставлены как количественные данные непосредственно. Охват – это то, что говорит о том, что действительно все это успешно. Кроме того, обратите внимание на второй материал, здесь еще есть возможность того человека, который помогал, представить. Вы увидели, что фамилия нет? Интрига. Кто это? Что это? И, соответственно, вот такие моменты тоже помогают поддержать интерес непосредственно к проекту. Вот, собственно говоря, как выглядят разнообразные статистические данные, которые представлены. В данном случае это представлено ВКонтакте. Обратите внимание, как резко охват аудитории меняется. И вот как раз большой пик – это когда было приглашение в этом году учебном первого курса. И вот был очень интересный. Собственно говоря, и, конечно же, это сказалось на количестве непосредственно охвата. Кроме того, мы можем посмотреть в возрастную группу, кто непосредственно у нас здесь в большей степени представлен. И, соответственно, это помогает скорректировать тексты и контент, который мы будем представлять. Очень интересная позиция, которая представлена, это по географическому показателю, кто смотрит, кто заходит на эту страницу. Тоже можно взять очень интересные для себя выводы. Уникальный посетитель. Уникальный посетитель – это тот, кто заходит. И сколько бы он раз потом не заходил на данную страницу, он будет читаться в данной метрике только один раз. Соответственно, это можно посмотреть за месяц, это можно посмотреть по датам и отследить, какой контент наиболее помог привлечь людей к вашему материалу по реализации проекта. И, соответственно, строить на этом свою деятельность. Исходя из этого, те рекомендации, которые я вам даю, они построены именно на соотнесении. Всех этих метрик и с теми материалами, которыми мы выкладывали. Но есть момент, потому что проект осуществляют реальные люди, которые существуют в определенных условиях, в определенной среде. Вот вам сейчас представлена непосредственно диаграмма – это комментарии. Опять же, наибольшее количество комментариев – это у нас сентябрь, когда принималась новая группа, достаточно интерес был, а потом вы увидели пологие места. Что значит эти пологие места? Апологие места обозначает, что это время, которое было связано с сессией, это время, связанное с Новым годом и с каникулами. И поэтому надо понимать, что метрики надо всегда соотносить с той аудиторией, с теми происходящими событиями, в которые связаны с жизнедеятельностью аудитории. Говоря о мониторинге статистики нашего проекта, то мы для себя выделили несколько позиций очень важных. Но прежде всего в контенте надо всегда побуждать, создавать возможность для того, чтобы люди, прочитав контент, текст, или увидев что-либо представлено, они бы высказали свое мнение. Это может быть прямой вопрос, это может быть неоконченное какое-то действие, или другие средства можно использовать. Очень важно соотносить, я уже об этом говорила, то, что происходит вокруг проекта и с мероприятиями, которые связаны непосредственно с сам проектом. Потому что очень часто члены самого проекта, участники, они являются еще участниками других мероприятий. Возникает вопрос, вы будете их как кого позиционировать? Как они себя будут позиционировать? Просто участник другого мероприятия, или я участник такого-то проекта, который принимает участие в данной мероприятии. Это находит свое отражение потом, собственно говоря, и в их мнениях, которые они высказывают, в тех публикациях, которые они могут осуществлять на новостные ленты непосредственно. А все это вместе влияет на имидж и продвижение проекта в дальнейшем. Очень важно использовать набор ключевых слов, которые связаны с вашим проектом. Вот если зайдете на нашу страницу «Хочу быть первым», то этот рефрен «Хочу быть первым» звучит постоянно в разные ассоциации. Поэтому, в принципе, он становится достаточно узнаваем сам по себе. Очень важно всегда проводить мониторинг удовлетворенности тем контентом, который выкладывается, и того, каким образом происходит обратная связь. Потому что большое видится на расстоянии, и те, кто занимается этим, могут иногда не уловить особенностей, которые возникают во взаимоотношении с самой аудиторией, для которой контент готовится, и, собственно говоря, теми, кто выкладывает эти материалы. И вот здесь очень важно понимать то, что если мы снимаем интервью, то всегда надо показать человеку для того, чтобы он был согласен с тем, что вы выложите. То же самое относится к фотографиям, потому что это связано с репутацией не только проекта, но и с репутацией человека, который в интервью, допустим, участвовал. На что еще надо обратить внимание? Прежде всего, хотелось обратить внимание на доменное имя, которое есть, и важно, чтобы оно так или иначе было связано с вашим проектом. Вообще, 30 символов названия – это максимум то, что может быть представлено. Второй момент – это аватар. Аватар – это логотип, собственно говоря. Если вы распределили обязанности, то этот проект образовательный, который реализуется с обучающимися, то всегда есть обучающиеся, которые могут быть теми, кто, собственно говоря, создает какие-то продукты. Вот в данном случае здесь представлены логотип проекта «Хочу быть первым», который создан активной участницей нашего проекта – «Мария Четвертных», и, собственно говоря, вот уже у нас сначала в первом году был другой аватар. Сейчас вот у нас логотип именно такой, и он везде присутствует, он узнаваем многими. Он присутствует абсолютно на всех публикациях, которые есть в новостных лентах других изданий. Если мы участвуем в каких-то мероприятиях, олимпиадах, именно как проект «Оэта» тоже присутствует. Аватар может быть в разных видах. Обращаю ваше внимание, что вот на этих сайтах обязательно надо писать, о чем данная страница, для того, чтобы те, кто читали, было понятно, собственно говоря, куда он попал, что он может увидеть, что он для себя лично может взять из того, что здесь представлено. Я уже говорила о фотографиях, мы на этом обожглись. О том, что для разных сетей нужно разное качество фотографий. И, естественно, профессионального фотоаппарата он может быть не присутствует, но в итоге наше мероприятие проекта у нас есть девушки, которые фотографируют, они являются официальными фотографами проекта, и они работают с профессиональной техникой для того, чтобы вот эти фотографии были надлежащего качества. Они отбирают, собственно говоря, эти фотографии для того, чтобы пристойно представить проект в наших альбомах, которые у нас в группе ВКонтакте проекта представлены. Хэштеги. Значит, по хэштегам мне бы хотел сказать следующее. В названии хэштега всегда должен присутствовать название вашего проекта. Мероприятие. И последнее. Здесь можно указать, собственно говоря, какую-то идею. Можно указать какие-то фамилии. Можно указать ту информацию, которую бы вы хотели еще донести. На сегодняшний момент для разных площадок существует разное количество хэштегов, которые максимально можно использовать, но в основном авторы расходятся. Вот наш опыт говорит, что от пяти до семи хэштегов – это то, что хорошо воспринимается аудитория, это то, что легко позволяет найти информацию. На сегодняшний момент целесообразно, чтобы любой пост оканчивался хэштегом, для того, чтобы легко было в сети найти, и для того, чтобы уже поисковые системы могли бы быстро показать вам искомую информацию. Хэштеги бывают разные. И, соответственно, вы, я же говорю, до пяти-семи, да, что можно сюда непосредственно поместить для того, чтобы легче было найти эту информацию. Опять же, это зависит с тем, на какую аудиторию вы хотите, чтобы эта информация вышла непосредственно. Образовательные проекты связаны с школьниками, с педагогами. И на сегодняшний момент мы должны сказать, что различные символы, которые показывают эмоциональное отношение к тому, что происходит, они достаточно модны. И поэтому в молодежной среде, если посмотреть их сообщения, то такие символы присутствуют. Как показывает наш опыт и то, что представлено в литературе, использование, но адекватное использование, так, чтобы их количество не перебило ту информацию, которую мы хотим донести, это правильный ход. Он себя оправдывает и он помогает создать некую атмосферу. Мы через вот эти эмодзи показываем свое отношение к чему-либо, причем эмоциональное отношение. Ну и, наконец, мы с вами должны сказать теперь о контенте. На сегодняшний момент нельзя сказать, что есть классификация контента. Контент бывает разный. И чуть ниже я вам привела разнообразные источники, где вы можете почитать об контенте, как он бывает. Опять же, говоря о непосредственном контенте, надо понимать, что надо создавать план. Обычно это таблица, где мы фиксируем понедельник, вторник, то есть дни недели, фиксируем дату, фиксируем вид контента непосредственно. Можно использовать цветовые обозначения. Это очень удобно для того, чтобы нам не запутаться и выяснить, что контент у нас разнообразный. Здесь я привела вам разнообразные сервисы, которые можно использовать для того, чтобы упростить работу с контентом. Это сторонние сервисы. Многие из них либо бесплатные, либо условно-бесплатные, то есть обрезанные функции, но достаточно для того, чтобы поработать с тем содержанием, которое у вас есть. Итак, очень важно смотреть на те фотографии, которые вы представляете на своих страницах. Они должны соответствовать стилистике вашего проекта, они должны соответствовать духу вашему проекту и, естественно, не нарушать требования, которые существуют у нас в законодательстве. Очень интересный формат, который мы для себя в том числе выяснили в ходе нашего проекта о том, что весь материал условно, да, 100% можно разбить на определенные виды контента. О жизни проекта. Что мы делаем, где мы участвуем, что у нас будет. Полезный контент – это контент, который мы можем рекомендовать. Рекомендовать мы можем фильмы и делать анонсы, рекомендовать можем книги, делать анализ каких-то ситуаций, обзор чего-либо. Далее очень интересно 30%, который вызывает всегда интерес – это фото и видеоинтервью. Здесь очень важен еще вопрос о подготовке видеоинтервью. Подготовительная работа должна быть обязательно, а не спонтанно. Иначе обычно в том виде, который получается, представить на площадках не представляется возможным. И обращаю ваше внимание на последние 10%, которые, как мы для себя выяснили, это достаточно необходимая вещь, то, что у нас не всегда присутствует. Это так называемый раздел контента, который называется юмор, притчи, загадки, тесты, которые помогают разбавить серьезный материал, который есть в проекте, и в то же самое время через них донести еще какой-то аспект, но в другом формате, который мы бы хотели на него обратить внимание, той аудитории, на которую рассчитана наша информация. Сколько необходимо сделать постов? Вы знаете, здесь бывает по-разному. Иногда бывает, что в один день мы выкладываем один пост. Иногда у нас была ситуация, опять же, связанная с каникулами, когда у нас было выложено там за две недели только один пост. Но важен контент, который есть, и цикличность. Самое оптимальное вообще считается от одного до трех постов выкладывания в день. Разнообразие. Вы должны особо обращать внимание и помнить о том, что любая информация, будь то текст, а особенно фотографии, они должны быть подписаны, обязательно должны быть хэштеги под ними непосредственно. Обращаю внимание, что для Инстаграм может быть до 25 хэштегов, это максимум, да, но это затруднит потом поиск информации поисковым системам в интернете. Ну и, собственно говоря, те рекомендации, которые мне бы хотел с вами поделиться по продвижению проекта, то, что помогает нам и нашему проекту стать узнаваемым, и не просто узнаваемым, а привлекать людей непосредственно к нам в проект. Но это хочу привести такой пример, что в нашей группе «Хочу быть первым» в ВКонтакте у нас в перечне участников нет ни одной коммерческой организации. Никогда не было и нет. Количество отписок практически, там было три отписки за все три года существования. Но прежде всего здесь надо говорить о том, что изображение, да, на изображение прежде всего интересная такая ситуация вышла, что если у нас есть голубой фон, то количество лайков и каких-то доброжелательных таких ассоциаций больше, чем если бы был другой какой-то фон представлен непосредственно. Очень важно, это фон, какой фон будет представлен, и здесь надо быть очень аккуратным и очень внимательным непосредственно. вот здесь мне хотелось бы обратить внимание, допустим, посмотрите, это наш инстаграм, видео, здесь представлена информация, которая связана с другой, и количество просмотров, мы видим, что оно тоже здесь достаточно различно. Вот из тех рекомендаций, которые есть, я бы хотела обратить ваше внимание о длине поста. Если это инстаграм, понятно, небольшой, обычно это абзац информации, это эмодзи, это хэштеги. В итоге мы получаем небольшой такой информационный пост. Если же мы берем, допустим, ВКонтакте, то эти посты могут быть достаточно продолжительными. И здесь очень важно, чтобы они в себе содержали разнообразие информации, и фотографию, и текст, и видео, и желательно еще было разбито на какие-то части. И на абзаце. Это дает, прибавляет интереса непосредственно к этому. И, конечно же, если есть возможность какие-то подзаголовки или выделения какие-то представить, было бы очень хорошо, потому что это обращает на себя внимание, собственно говоря. Роли. Вот перед вами представлены роли, которые могут быть в проекте. И я еще раз хочу повторить. Что если вы попробуете просто назначать на эти роли, то люди будут их выполнять определенное какое-то время. Но если им это неинтересно, если у них это не получается, то толка будет ноль. Надо меняться, надо искать, надо помогать, надо рассказывать. И я обращаю внимание, что координатор – это человек, прежде всего, который видит с высоты всю жизнедеятельность проекта. Модератор – это человек, который создает условия для того, чтобы каждый, кто есть в проекте, мог себя реализовать на благо этого проекта. И очень важно как координатору, так и модератору работать с теми, кто станет журналистами, операторами, для того, чтобы, когда они будут свой фронт работы выполнять, они бы все сводили в итоге к тем идеям основным, которые в этом проекте реализуются. Это очень важно. Модераторы очень важны. Иногда это руководители проекта, иногда они могут быть из числа самих участников, потому что это именно та связь между руководителями, может быть, администрацией и теми, кто, собственно говоря, реализует этот проект. И от того, насколько это взаимодействие будет и модераторы эмоционально и качественно простроена, зависит, собственно говоря, не только реализация проекта, но и его дальнейшее продвижение. Когда мы говорим о контенте, то, конечно же, я еще раз хочу сказать, что очень важно выявить аудиторию. И за один день мы можем выставить три поста, но они будут для различной аудитории совершенно представлены. И это тоже правильно, потому что то, что интересно допустим, вот даже мы берем наш ВКонтакте, для людей, которые имеют стаж, молодых учителей и для студентов несколько разные вещи. Но есть такой материал, который будет одинаково волновать и интересен для всей аудитории, собственно говоря, которая представлена в проекте. Контент-план. Я уже говорила, он может быть разнообразный, он может быть, но обычно это таблицы, может быть, вот такой вид или, допустим, вот такой вид представлен. Время указывать обязательно. Есть разные, вот мы столкнулись с тем, что когда мы планируем, мы увидели, что у нас нет разнообразия контента, поэтому, конечно же, иметь информацию о классификации контента и в каком формате это будет представлено. Это очень важно для того, чтобы распределить свою работу по продвижению. Сейчас в сети очень много разнообразных материалов. Вот я вам привожу инфографику по одному из сетей ВКонтакте, в частности, которая на основании анализа вы видите в правой части это количество страниц ВКонтакте, которая была проанализирована и была выделена в какие часы более активная аудитория. Это, соответственно, влияет на то время, когда вы будете выкладывать и в том числе помогает нам понять, когда можно ждать реакции от непосредственно людей. Но опять же, на каждой территории и в связи с той аудиторией, на кого вы рассчитываете, здесь могут быть какие-то свои подвижки. Ну, допустим, если вы рассчитаны, ваша аудитория это педагоги, то понятно, что в зависимости того, в какую смену они работают, то и просмотр, скорее всего, сети они отложат либо на раннее утро, либо на вечер. Наиболее интересные виды контента, которые мы использовали, которые хорошо себя представляют в образовательных проектах, вот, собственно говоря, мы выделили и здесь они представлены. очень много есть классификации контента, поэтому я вам здесь ссылки представила, где четко, ясно, понятно и самое главное есть описание этого контента, вы можете ознакомиться. Очень важны конкурсы, которые мы можем использовать и в этих конкурсах очень важны критерии подарков, которые получат участники, потому что у нас образовательный собственно говоря проект и важно, что мы будем собственно говоря здесь помещать. Повышать активности можно по-разному. Повышение активности это рассказать друзьям, это мне нравится для того, чтобы мы получили собственно говоря вот эти реакции. Для этого мы можем призывать кто, если не мы, ты с нами, проведение разнообразных опросов, добавление тем обсуждений и, конечно же, полное наполнение всех возможностей тех аккаунтов, которые есть. Непосредственно это помогает для того, чтобы каждый, кто выходит на страницу или аккаунт проекта, мог для себя найти то, что ему будет интересно. Таким образом, если мы говорим о продвижении образовательных проектов, то вам будет необходимо собственно говоря выполнить несколько шагов, которые представлены у нас на слайде. Следующие страницы презентации посвящены тому, чтобы конкретизировать, что на каждом шаге, на что надо обратить внимание модераторам и координаторам проекта. Так как время нашего вебинара не безграничено, поэтому я позволю себе эти страницы просто пропустить. И сейчас по окончанию нашего вебинара я бы очень хотела, чтобы вы ответили вот на эти вопросы. На каждый вопрос будет дано примерно по 40 секунд. пока вы отвечаете, мне бы хотелось еще несколько мыслей, которые у меня возникли в ходе нашего вебинара здесь озвучить. Мне кажется, что любой проект он помогает нам представить не только, собственно говоря, сам проект, но он помогает реализоваться людям в этом проекте. причем реализоваться может быть даже не столько по направлению реализации проекта, а именно как творческому человеку. И, конечно же, это тоже надо учитывать, на это надо обращать внимание, стараться быть очень внимательным к тем потребностям, которые возникают, потому что это очень и очень важно. Для меня очень важно из того, что вы услышали, было бы выяснить, какие же средства из тех, что мы сегодня с вами затруднили, исходя из вашего опыта, из ваших возможностей, вы считаете наиболее приемлемо использовать сейчас для того, чтобы продвигать образовательные проекты. и, конечно, Ну и, наконец, последний вопрос. Я думаю, для вас он тоже достаточно интересен. А что бы, какую роль вы бы для себя выбрали? Продолжение следует... Ну вот и подошло окончание нашего вебинара. Мне очень хотелось поделиться тем опытом, который есть у нас, потому что те студенты, которые прошли наш проект, которые принимают в нем участие, они для себя ответили на очень важный вопрос, который мы ставили в этом проекте. Учитель начальных классов – это профессия, которая будет, есть, и я в этой профессии. И самое главное – увидеть ценность этой профессии для себя лично, для общества, несмотря на тот негатив, который есть. Кроме того, проект дает возможность себя попробовать в профессии в виде разнообразных профессиональных проб. И в итоге мы увидели, что члены проекта, они более четко стали для себя простраивать свой индивидуальный график развития. Они стали более активными, они стали более внимательными к каким-то вещам, и рефлексируя, уже разбивали на две позиции. Что это дает мне лично, а что дает для моей профессиональной деятельности. Поэтому, наверное, вот такая работа по продвижению, она очень важна. И вопрос не только в узнаваемости проекта, в бренде проекта, а еще в том, что сами участники проекта получают очень много приращений личностных, профессиональных, которые помогают им быть успешными. А если команда нашего проекта успешна, то и сам проект тоже успешный. Я желаю вам быть успешными. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Ольгу за замечательный вебинар. Я понял, что она сказала многие вещи, которые, может быть, являются частностями, но очень важны при продвижении проектов образовательных. Мы сейчас живем в такое время, когда люди, которые даже, может быть, и не задумывались над продвижением, все равно начинают им заниматься, потому что без этого никак. По крайней мере, у нас в образовании. Ну, могу, по крайней мере, за себя сказать, что мне этим пришлось заниматься, хотя еще лет 5-10 назад я даже и близко не мог подумать, что что-то подобное придется делать. Ну что ж, всем до свидания. У нас осталось два активных дня Директ Академии. Директ Академии, завтра и послезавтра. И я всех вас жду на наших вебинарах. Спасибо. 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 Спасибо.